Так что я потом посмотрю. Ну что, можно, да? Мой отец, Каратаев Серапион Алексеевич, родился в Удмуртии в деревне Кисшур 26 августа 1902 года. Крестили его 31 августа, и день этот пришелся на день мученика Серапиона. Имя оказалось редким. Происходило оно от названия храма Серапиум или Серапион в городе Александрии в Египте. Храм был построен в честь главного божества эллинистического Египта Сераписа. Его культ был создан в IV веке до н.э. для того, чтобы объединить египетскую и греческую религии в эпоху эллинизма. Затем через христианскую Грецию и Византию имя Серапион пришло на Русь. Семья у родителей отца была середняцкая. Детей было 8 человек. В 14 лет мой будущий папа уехал из своей родной деревни и поступил в какое-то реальное училище. Где, я не знаю. В этом училище потребовалось на свои деньги перебрести форменную одежду. Для папы это предстало как неразрешимая проблема, и он решил вернуться обратно домой. Здесь он закончил среднюю школу, и в 17 лет он оказался воспитателем детского дома в селе Старая Азиация, где воспитанницей была мама, моя будущая. В середине 20-х годов папа отслужил в армии в Закавказье. И в 1929 году поступил на педологическое отделение Ленинградского педагогического института имени Герцена. Куратором их курса был профессор Басов, ведущими лекторами профессор Выгодский и Залкинт. Выгодский жил в Москве, а в Ленинград приезжал читать курсы педологии и психологии. После окончания института в 1933 году папа поступил в аспирантуру, где научным руководителем у него стал Лев Семенович Выгодский. Тема диссертации его была «Развитие логического мышления школьников при решении арифметических задач». Но в ночь на 11 июня 1934 года Лев Семенович скончался в возрасте 37,5 лет. Папе назначили нового научного руководителя, ректора ЛГПИ Кацинбогина. Но после убийства Семена Мироновича Кирова шли трагические и для Ленинграда, и для всей страны 30-е годы. Кацинбогин был объявлен врагом народа и репрессирован. Папа остался опять без руководителя. Тему диссертации пришлось фактически менять. В 1935 году умер профессор Басов, особенно много работавший со студентами педологического отделения ВУЗа. А 4 июня 1936 года вышло постановление ЦК КПСС о педологических извращениях в системе наркомпроса. Педология была объявлена ложным направлением в науке. Именно в этот момент папа закончил аспирантуру. Но путь к научной работе по специальности был закрыт. Из аспирантуры соискатели ученых степеней выпускали без права преподавание. Мало того, когда отец в 1952 году обратился в архив Ленинградской области, то никаких сведений об окончании аспирантуры, ни тем более о защите диссертации он не обнаружил. Найти работу после всего этого оказалось непросто. Но все-таки он начал свою деятельность в Гдове. Город в Ленинградской области находился тогда на границе с Эстонией. Он стал директором педагогического училища. После присоединения Эстонии к СССР в начале 1940 года папу переводом направляют в город Амутнинск Кировской области на должность заместителя директора учительского института. С 1944 года и до выхода на пенсию папа работает уже в Ижевске в Государственном педагогическом институте старшим преподавателем кафедры педагогики и психологии. Я же начала работать в этом вузе в 1964 году. И в 1966 году поступила в аспирантуру на кафедру философии. И вот тут папа сделал мне неожиданный подарок. Он вручил тексты, которые назывались «Лекции по педагогии», прочитанные Львом Семеновичем Выгодским в последние годы жизни в 1933-1934 году. История тут оказалась такая. Будучи аспирантом, папа начал вести занятия с учителями на курсах повышения квалификации при Некрасовском педтехникуме в Ленинграде. У нас дома сохранилась фотография выпускников курсов того года. Чтобы как-то помочь начинающему преподавателю, Лев Семенович стал передавать ему тексты своих лекций, записанных под стенограмму. Так и получилось, что лекции последних лет жизни Выгодского оказались у папы, и он сохранил их в течение трех десятилетий. Они напечатаны были на желтой или темно-серой бумаге, очень похожей на оберточную. Когда я прочитала эти материалы, я просто ахнула, какая же это лженаука. Это настоящая психология детская, школьная, которая нужна школе, учителям, родителям, медикам. И моя цель была одна. Эти материалы надо издать. Я разговаривала с крупными учеными в Свердловске, в Минске, в Москве. Идею издания лекций одобряли все. Вопрос упирался в финансы. Финансы нашлись еще через три десятилетия. Помог столетний юбилей Льва Семеновича Выгодского в 1996 году. И возможность создавать коммерческие структуры при Удморском госуниверситете. Я списалась с дочерью Выгодского, Гитой Львовной. Она одобрила нашу идею и благословила нас на издание этих лекций. Мне помогла декан факультета романа германской филологии профессор Тамара Ивановна Зеленина. Она нашла средства, создала коллектив для редактирования книги, так как текст пришлось вычитывать восемь раз. Она обеспечила компьютерную редакцию книги. Работать приходилось днями и ночами, чтобы успеть к началу международной конференции в Москве, посвященной наследию Выгодского. И мы успели. Первый тираж был всего 300 экземпляров. Презентацию книги на конференции провел последователь идеи Выгодского, академик Рао Зинченко Владимир Павлович. После этого лекции по бедологии уехали в 10 зарубежных стран, включая Бразилию и Австралию. Было даже предложение от начальника департамента образования Вашингтона Джима Верча издать эту книгу там, в Вашингтоне. Но с этой работой мы уже не справились. Джим Верч подарил мне свою книгу, где написал «Я рад рынку Вашей книги, market of your book». Но меня-то радовал, конечно, не рынок моей книги, а просто сам факт, что мы ее сумели издать. Второй тираж книги, 2000 экземпляров, университет выпустил в 2000 году. Ну и остается только пожалеть, что мой папа до этих выпусков лекции Выгодского не дожил. Он умер в 1978 году. Вот так, ну в этой же.